Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами обсудим запрет идолопоклонства. Тора нам говорит, что есть только один Творец Мироздания, у которого нету никаких физических параметров, нету времени, нету пространства, нету какой-то физической оболочки. Вот всё, к чему мы привыкли, у Творца этого всего нету. Он абсолютное совершенство, и он единственная сила в этом мире, и нужно молиться только Ему, и верить, и знать, что есть только один Творец Мироздания, не два, не три, а именно один Творец. Раньше, в древние времена, люди поклонялись там извержения вулкана, сразу молились Богу вулкана, пожалуйста, перестань. Там какая-то гроза, молния, сразу молились Богу такому, Богу такому. Слава Богу, мы знаем, что есть только один Творец, и только Ему одному нужно молиться. Авраам, наш отец, пытался людей убедить, пожалуйста, начните верить в единого Бога. Есть очень известная история, как его отец Терах, который торговал разными статуэтками, идолами, однажды сказал Аврааму, Авраам, слушай, давай ты сегодня останешься в магазине, присмотри, пожалуйста, вот за нашими богами. Сказал Авраам, хорошо. Он разбивает Авраам, маленький Абраша, разбивает все идолы, пока папа ушёл, оставляет только одного самого большого. Приходит отец, и что случилось в магазине? Все вот эти вот дорогущие статуэтки, все разбиты. Он зовёт Авраама, Авраам, что же ты наделал, какой огромный ущерб, что случилось? Говорит Авраам, отец, почему ты меня ругаешь? Тут вот этот главный бог, вот эта статуэтка, он захотел получить там больше всех обеда сегодня. Он разбил все статуэтки, чтобы кормили только его. Но ты же веришь, что это боги? Так вот он разгневался на других более простых богов, в кавычках, и он разбил все статуэтки. Говорит ему отец, слушай, Авраам, что ты за бред придумал? Это статуэтки простые, они не могли драться за еду, и один не мог разбить всех остальных. Говорит ему Авраам, слушай, ты им вообще поклоняешься, ты веришь, что это божество, и ты не веришь мне, что один мог разбить вот остальные статуэтки? Папа, задумайся. Таким образом, Авраам пытался своей семье и всем людям объяснить, что есть один Творец Мироздания. К сожалению, наше зрение нас обманывает. Мы не видим Бога органами чувств. И поэтому, когда мы произносим самую главную молитву, которая говорит, что Бог один, и Бог управляет всем-всем-всем, и эта молитва называется Шма Исраиль, говорят наши мудрецы, закройте глаза, мы произносим ее вот так, чтобы поверить в Бога, нужно уметь закрывать глаза. Наше зрение, увы, нас иногда подводит. Люди раньше не знали, что есть звезды, что есть космос, они этого не видели, и они это все отрицали. Сегодня любой знает, что есть целые там системы, система такая, планета такая, галактика такая, там целый мир, бесконечный космос, хотя мы его не видим, но он же есть. Раньше люди не знали, что есть атомы, в атоме вращается с невероятной скоростью электрон. Люди этого не понимали, потому что они этого не видели. Сегодня ученые, все, любой школьник учит в школе, что есть микромир, возьми микроскоп, посмотри под огромным увеличением, потому что там есть мельчайшие частички, везде они есть. Получается, что наше зрение очень ограниченное, и не дай Бог, нельзя допустить такого, чтобы из-за того, что мы не видим Бога, мы в Него не будем верить. Поэтому закрываем глаза, медитируем и рассуждаем, говорят нам наши мудрецы, про Творца. Он дал нам жизнь, он дал нам наших друзей, он дал нам прекрасный мир, столько животных, столько растений. Когда человек про это все думает, его вера в Творца увеличивается, то есть нужно останавливаться и задумываться. Бог дал мне здоровье, Бог дал мне семью, дал мне любимую работу. И все вот это вот перечислять, 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 все блага, которые дал нам Творец. И наша любовь, и вера в Него, она будет расти постоянно. Итак, важнейшая заповедь. Нельзя верить, кто-то влияет на нашу жизнь, кто-то влияет на нашу жизнь, кроме Творца. Нельзя поклоняться статуэткам. Если есть какие-то страны до сих пор, по-моему, в Индии, где там молятся на корову, абсолютно-абсолютно запрещено, есть только один Бог. Кто хочет, он может задуматься еще немножко глубже. Конечно, никто не поклоняется коровам в наше время, ну, из нашего окружения, где-то там далеко, может быть, есть, но мы это все, ну, все понимаем, что это чепуха. Но если вдруг кого-то, например, увольняют на работе, как же он проклинает своего начальника, как же человек расстраивается. Секундочку. Если ты веришь, что есть один Творец Мироздания, почему ты так расстраиваешься? Бог закрыл одну дверь, откроет тебе еще 20 дверей. Почему ты проклинаешь своего начальника? Это всего лишь инструмент в руках Бога. Когда мы слишком сильно реагируем, рефиксируем вот на все вот эти вот события негативные, которые происходят в нашей жизни, мы вот здесь вот в этих ситуациях не понимаем, что все от Бога, это тоже элемент немножко идолопоклонства. То есть есть грубая форма идолопоклонства, поклоняться идолам, и есть более тонкая форма идолопоклонства, когда человек слишком бегает за деньгами. Секундочку. Ты же в этом мире, просто этот мир, это просто коридор. Ты все деньги не заработаешь, ты их с собой не заберешь. Зачем ты вот еще, еще, еще? То есть вот все вот эти вот вещи расстраиваются, когда тебя увольняют. Слишком большая тяга за деньгами и так далее. Вот все вот эти вот вещи, это более такая тонкая форма идолопоклонства. И каждый из нас, кто вот по-настоящему хочет служить Богу, он от этого всего пытается убежать и работает над собой, чтобы верить, что есть только один Творец Мироздания. И все, что со мной происходит в жизни, это все от Него. И я буду радоваться, даже если, не дай Бог, что-то происходит негативное в моих глазах, потому что раз Творец, который меня безумно любит, хочет, чтобы это случилось, я не буду расстраиваться, я даже буду стараться радоваться. И я не буду бегать за материальными благами этого мира, потому что я понимаю, что Творец даст мне столько, сколько мне надо для служения Ему, и я не заработаю больше, чем мне отписали в Роша Шана. И это все тоже является таким вот формой служения единому Богу. Мы молимся Творцу всегда. Пожалуйста, помоги нам укрепиться в вере и помоги нам верить только в Тебя и Тебя одного любить, Тебе служить и Тебе молиться. Субтитры создавал DimaTorzok